Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 13 апреля, день Вениамина. Память святых мученикам Авды и Вениамина. Авда разрушил храм огнепоклонников, После чего начались гонения на христиан. Их преследовали, не разбирая возраста, Различными способами предавали смерти. Первым из них после разнообразных мучений Был усечен мечом священномученик Авда. А спустя 30 дней после него были казнены смертью И другие святые мученики, и между ними святой диакон Вениамин. Его посадили на кол, после чего он умер. Этот день в народе называли огнищем. Существовало поверье, что женщины, родившиеся сегодня, Являлись огнищанками. Они набирали пылающие угли из печи И разводили костры. Эти костры обладали целительными свойствами И позволяли излечить различные болезни. Так больного человека проносли через костер, И он выздоравливал. В народе этот день еще называли И в честь святого священномученика Ипатия Чудотворца. Потому сегодня был праздник, который имел несколько названий. Ипатий, канун пролетия, Ипатий Чудотворец, Ипатий Разрешитель Неплодства и Бесчадия. Если у роженицы открывалось внутреннее кровотечение, а также для увеличения грудного молока молились Святому Ипатию. В этот день обращались к Святому Ипатию И с просьбой дать защиту от нечисти. Народ знал, что бесы вездесущие Могут проникнуть в человека через пятью еду И навредить. Особенно бесы любят проникать В неперекрещенный сосуд. Для этого такие сосуды клали дощечки В виде перекрестных палочек И читали молитву. Черти могли вредить разными способами Ноги отдавить, толкнуть, напугать, Помутить разум. Верили в то, что бесы сегодня могут поразить Конкретную часть тела человека. Например, ноги отнимутся. Народ знал, что нечистая сила боится крестов, Которые чертили на окнах и дверях. А использовали для этого свечи, Оставшиеся с чистого четверга. Также они боятся острых колющих предметов, Поэтому на подоконнике сегодня клали Колючие растения, веточки чертополоха. Избегали произносить и само слово «бест», Потому что слой «дух» войдет в человека, Призывающего его. А распознать нечистого в человеке Мох ребенок, которому не исполнилось 7 лет, Либо взрослый, находящийся под защитой иконы. Доброе здоровье, уважаемые посетители! Пришло вот такое письмо. «Здравствуйте, учитель! Мы, женщины, можем стараться, как хотим. А тупое и агрессивное мужское начало, Наверное, уничтожит планету. Есть ли просвет?» То есть вот с этого письма можно Начинать целый цикл Я бы не сказал, что новых знаний, Но несколько Иных знаний, Которые отличаются от здоровья, О которым я раньше Много рассказывал. И для меня не является секретом, Что для того, чтобы восстановить здоровье, Надо просто-напросто понимать, На чем оно основывается. А основывается оно На работе ума, То есть нашего сознания. И если мы Разберемся со своим сознанием, Настроим его так, как надо, А именно правильное мировоззрение, В первую очередь, То дальше все пойдет так, как надо. Далее, распорядок дня. Чтоб мы с вами Синхронизировались Работой нашего организма С космическими ритмами, Которые дают энергию, И на основании которых Работают наши внутренние органы. Это второе. Третье. Это двигательная активность. Мы с вами являемся, Грубо говоря, Куском мяса, По которому движется Разного рода жидкости. Кусок мяса состоит из Огромного количества клеток. Именно клетки, Ну будем говорить, Работают в нашем организме. Должна подводиться к ним жидкость, Которая несет питательные вещества, Омывает. Должна она отходить, Вынося отработанное. То есть двигательная активность. Человеческий организм Анатомически создан. Что он только нормально работает Тогда, когда он находится в движении. Как правило, Это движение, ходьба. Ну и наконец-таки, Это питание. Что мы едим, Как мы едим. Надо уважать Наши механизмы По перевариванию, Усвоению и выводению пищи. Чтобы получать то, что надо. И тогда все будет нормально. А перед этим, естественно, Когда мы сталкиваемся, То начинаем с того, Чтобы привести все эти вещи К более-менее нормальному состоянию, С простых очистительных процедур. Физического тела, Нормализации функции печени. Далее продолжаем, Значит, закреплять это все Правильное питание. А для того, чтобы правильное питание было И движение было, Необходимо поработать Нашим сознанием. Вот, дисциплинировать самого себя. Потому что мы с вами Разучились Самих себя дисциплинировать. И вот, Когда вот это ты начинаешь понимать, Как бы сказать, Миром управляют где-то Общие законы. И поэтому, Когда начинаешь смотреть на современный мир, То начинаешь понимать, Что наша цивилизация На самом деле Очень и очень Больная. Разобщенная На разного рода И так далее, и так далее. И вот в смысле того, Чтобы, Как бы сказать, Агрессивное мужское начало. То есть, Вот каждый человек Видит Несколько свое. Раз Мужчины воюют, Значит, Значит, Это Агрессивное Начало Мужское. Тем не менее, Агрессивное начало Присутствует В каждом человеке. Опять-таки, Разбирая Сознание человека, С чего оно Строится. С самого начала, Значит, У нас существует Побуждение, Которое Мы больше знаем Как инстинкты. Слово Инстинкт Означает Вообще-то Побуждение. Побуждение, Которое Нас подталкивает Каждое живое Существо. Самосохранение. Второе. Продление Рода. Третье. И третье. Начинается. Стремление К лидерству. То есть, К хорошей жизни. Стремимся Мы, Чтобы вот эти Два Побуждения Удовлетворить. А именно Сытно питаться, Жить В хорошем Доме, Кататься Там на машинке, Отдыхать На Курортах Там С белым Океаническим Песком. Иметь, Значит, При себе Полового партнера, Того, Которого Ты желаешь. Соответственно, Распадается Детей, Там Родители. О них Там Заботиться. Чтобы Твоя Семья Процветала. И не важно, Не важно, Как Остальные Семьи. Да, Наплевать На них. То есть, Вот это Стремление К лидерству Оно Как Раз Поддержит Вот эти Вот Две Вещи. Далее, А вот Далее И начинается Что Следующее Побуждение Побуждение К справедливости. Чтобы Каждый Человек Мог Будем Так Говорить Реализоваться В соответствии Со Своими Со Своим Трудовым Вкладом В эту Жизнь. Насколько Он Может Вложиться. Значит, Мысленно Или там Физически И за счет Этого Значит, Иметь Соответственно И питание И семью И отдыхать. И, наконец-таки, Пятое Это Стремление К К творчеству. То есть, Каждый Из нас Хочет Реализоваться Таким Или иным Способом Образом. Так вот Так вот Уже Зная Это Вы Можете Определить Свои черты Характера И черты Характера Общества В котором Вы Находитесь. И общество Видите Так устроено Что Вот если Так взять Смотрите Цивилизация Это Можно так Сознать Все Население Которое Проживает На земном Шаре. Далее Идут Государства И государства Вот Можно так Сознать Как люди Хотят Жить Сытнее Богаче И Им Наблевать А что Там Остальные Вот Какие Рычаги У государств Существуют Промышленность И торговля Промышленности Нужны Будем Говорить Торговля Торговле Нужны Рынки Сбыта И Естественно Часть Людей Которая Занимается Всем этим Начинает Всем остальным Обществом И руководить И все Вот это Агрессивно Что тут У нас Творится Если так Разобраться По большому счету И мы все Слышим Идет Свообразный Передел Мира Передел В чем Он выражается Передел Значит Вот этих Вот Рынков Сбыта Рынков Значит Сырья Ну и все В основном Вот Навязывание Своей Значит Вот Модели Жизни Мы хотим Так А хотим Что так А хотим Так Вот допустим Торговать И иметь На этом Какие-то Ну будем говорить Привилегии В отличии От остальных Поэтому Здесь Не столько Мужское Начало Агрессивное Как Вот Мне понравилось Второй Того Как сказала Если Вы Не занимаетесь Политикой То Политика Начинает Заниматься Вами То есть К чему Я вообще-то Веду А как Из этого Всего Состояния Которым Находится Мир Выйти Вообще-то От нас От человечества От каждого Человека Ждут Кадаш Он Созреет Умственно И Поймет Что он же Такое же Существо Разумное Как допустим Любой из олигархов Который имеет Кучу Там Денег Так же Вот эти все Как бы сказать Сейчас Вот идет Вот эти Транснациональные Эти все Компании Они хотят Подчинить Все эти Государства Для того Чтобы там Руководить Там по-своему Прочее То есть Люди Которые Стоят Во главе Вот этих Транснациональных Образований Они Начинают Рассматривать Государство Людей В этом Государстве И Естественно Ресурсы Которые Есть В той или иной Части Государства Земли Как Сферы Своего Так сказать Интереса Они Не имеют Интереса Для того Чтобы Этим Завладеть И Естественно Жить Припеваючи Так вот Встает Вопрос Чем Лучше Олигархи Чем Они Лучше Наса Можно Так Совать Людей С обыкновенным Достатком Ничем Они Не Лучше И Вот Тут Если Мы Вообще Это Тематика Большого Цикла Разговоров И Начинать Надо Естественно С чего-то С простого С малого И потихонечку Потихонечку Эту Тему Раскручивать Вот Каждый Человек Жизнь Дается Каждому Человеку В нашей Цивилизации Для того Чтобы Он Мог Так Или Иначе Ну Насколько У него там Ума хватает Реализоваться Так У нас Получается Мы Что-то Там Избираем Что-то Делаем Так Далее Та-да-да-да-да А потом Получается Так Что Если В случае Чего Война Избирали Мы Этих Людей Или Не Избирали Мы Этих Людей Война Пошла Тут Помимо Нашей Воли Получаются Вот такие Вот Вещи И Что Вот Что Я Еще Хотел Сказать Тема Довольно Так Огромная Колоссальная Требует Обмозгования У меня Тону Более Менее Есть Трудно Выложиться Вот Смотрите Сейчас Сейчас Во Франции Проводятся Выборы Там Один Претендент Другой Претендент И Один Претендент Одно Обещает Допустим Стране Франции Жителями Другой Президент Кандидат Президента Другой Обещает Вот То есть Я вот Это Буду Сделать Я вот Это Буду Сделать А у У У Такой Вопрос Вот Возникает Вообще А почему Это Они Вам Что Обещают Что Обещают То есть Это Люди Которых Ну Как Бы Сказать Вы 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 Выбираете Ну Так Вы Если Вы Их Выбираете Не То Что Они Вам Что Там Они Пообещают И Якобы Сделают А Вы Перечислить Что Вы Хотите Что Было Закреплено И Один Будет Там Президент Или Другой Президент Пятый Десятый И так Далее Чтобы Они Заботились Как Менеджеры Которых Вы Избравили О том Чтобы Грубо говоря Каждый Из вас Ну Так уж Лучше Сказать Процветал То есть Чтобы Тут Начнем Так Все делалось По справедливости Ну Допустим Начнем ЖКХ Природное Богатство Соответствующая Оплата Там По профессиям Чтобы Она Не Превышала Какие-то Там Рекордные Уровни Потому Что Мусорщики Они Нужны Если Их Не Будет То Будем Говорить Цивилизация Захребнется В этом Мусоре Который Она Производит И чтобы Они Такие же Люди Они Получали Достойную Зарплату Как Грубо Говорят Те Люди Которые Там Что-то Там Сидят Там Где-нибудь На Газовой Трубе Или На Нефтяной Трубе И что-то Там Такого Там Имеют То есть Все Должно Быть Расписано Расписано Должно Быть Нами Населением Земного Шара Мы Хотим Чтоб Вот так Вот А то Он Решает Там За нас Вот Вот так Вот Мы там Голосуем Так Одобряем То есть Какие-то Люди Спустили Нам Вот это Вот Все Что Есть Цари Есть Там Голубая Кровь Есть Там Богатые Люди Есть Там Еще Какие-то Есть Еще Какие-то А вы Вот Вот такие Вот Должны Позвольте Кто Это Решил За Вас Почему Вы Это Не Решаете Сами Опять Так И Старовой Вы Не Делаете Политику Значит Политика Делает Вас И 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 Вот Сюда Я Так Дальше Не Распространяю Что Не Особо Так Вот Написать Что Я Хочу От Своей Собственной Страны Для Того Чтобы Я Реализовался И Естественно Если Каждый Человек Из Нас Все Это Опишет Все Это Согласует И Он Будет Реализоваться Доволен Тем Что Он Делает То Естественно Страна Будет Процветать И Цивилизация Будет Процветать И Не Будет Никаких Вот Таких Дурацких Войн И Прочего 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 Вот В чем Дело Заковыка Заковыка В каждом Человеке Каждый Человек Вот Своё Право Свои Права Отдал Другим Людям Которые За него Решают Как Быть Каким Будет Образованием Какими Будут Работы Сколько Он Будет Получать Когда Он Выйдет На Пенсию Сколько Будет Бензин Сколько Будет ЖКХ Сколько Будет Сколько 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 Будет Ежат Был Говорит Экономисты Такие Вот Люди Которые Могли Все Это Посчитать Рассчитать Что Чего Как Как Устроить Государство Так Чтобы Оно Процветало С точки Зрения Экономики С точки Зрения Каждого Из Нас Потому Что У Одного Как Кажется Куры Денег Не Клюет А У Другого Там Наводку Не Хватает Так Наводку Не Хватает Из-за Того Что Человек Спивается Что Не Может Реализоваться Что Куда Ни Он Не Посмотрит Везде Клин Куда Ни Кин Везде Клин Вот Этого От Нас Трибуют Вот Оттуда Когда Мы Созреем И Напишем Что Мы Хотим От Наших Избранников От Наших Государственных Служащих От Наших Там Менеджеров Топ Менеджеров И Прочее 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 В конце Концов И Чтоб Это Не Делали Не Просто Мы Там Написали И так Далее Это Все Должно Быть Требоваться Должно Быть Если Там Люди Этого Не Делают А Зачем Они Нам Нужны И Все Это Можно Делать Чтобы Каждый Человек Воплотившийся Здесь Мог Реализоваться В этом Обществе Вот Это Гуманное Цивилизованное Общество А пока Никто Ничего Не требует Вот так Вот Как бы Сказать Вот это Все Мы Застали Есть Цари А есть Холобы Вот так Вот Все И Будет Продолжаться Ну Потихонечку Эту Тему Будем С тех Или Иных Сторон Рассматривать Ничего Мне Сложного Вообще То Нет Была Бы Только Воля Каждого Из Нас И Действия И Все Можно Сделать Ничего 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 Продолжение следует...